Мы пришли делать ошибки, и поэтому вот эта дружба, да, то есть это некий ровный такой фон, который нам говорит, ребят, ну мы можем делать ошибки, но мы, в принципе, дружим, и дружеская установка, и, как бы, она способствует обучению. Скромность в боевых искусствах, насколько она актуальна, и, вот, в этом контексте объяснение скромности, говорить о себе без гордости. Учитель очень просто объясняет, он говорит, если у тебя большая скромность, у человека, у которого маленькая скромность, ему мир наливает в такую маленькую чашечку. Чем больше ты можешь принять, тем больше твоя чашка тебе туда мирно вливает. То есть пока ты готов быть скромным, воспринимать, то тебя и обучают. Как только ты говоришь, я уже обучился, все говорят, ну уже обучился, не надо, я больше обучаю. Ты перестаешь как бы совершать, ты перестаешь идти по пути. То есть скромность это то, что ты продолжаешь впитывать, 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 как губка. То есть ты сохраняешь состояние ребенка, да, то есть таких людей, которые с годами не становятся более косвыми, а становятся более пластичными, их не очень много. Но великие мастера все такие. Они как ребенок, он играет, хотя 70, 80, 90, он все равно играет. У него яркие глаза, он играет, он не такой, знаешь, демонстрирует тебе это все. Не, он может продемонстрировать, но он продолжает совершенствовать, он мягкий. А вот смотри, говорить все без гордости, есть еще такое слово, как гордыня, гордость, как ты думаешь, это одинаковое или все-таки гордость, что-то другое? Гордиться, знаешь, есть какие-то такие слова, говорят, что гордыня, это плохо, а вот гордиться, ну на самом деле, если я, вот что-то у меня получается, могу ли я этим гордиться? Скромно или не скромно? Да вполне, вполне, то есть это все друг другу помогает. Это все друг другу помогает. Главное, чтобы не останавливаться в развитии, то чтобы продолжать, как бы, познавать это. Потому что, как только человек говорит, что я познал какого, по его искусству, о боже мой, что это значит? Один прием можно познавать бесконечно, но ты же знаешь, что она то есть. Да, да, да. Я с этим согласен, что это все в такой круг получается, ты не можешь. Абсолютно, абсолютно. Мы как-то в этих обсуждениях этих качеств, где-то затронули такую... Промерегнуло, мне кажется. Самоконтроль, умение сдерживать гнев. Вот, а, это про дружбу, когда мы говорили, то есть как можно понять, будет ли он твоим другом, если ты с ним не вышел, если ты с ним не контактируешь. Умеет ли он сконтролировать себя в сложной ситуации? Да, да, да. То есть самоконтроль важен? Адский важен. А для учителя он еще важнее получается. То есть как бы, мы же должны как бы, воспринимать все как обучение. То есть приходит человек и говорит, о, возможно, ты прав, но возможно, тебе есть еще чего-то научить. Люди же к нам приходят зачем? Чтобы продолжать учиться. Продолжать учиться. Поэтому мы должны в каждую ситуацию переворачивать, как учебник делать. А это сложно, да, то есть это нужен самоконтроль. То есть нужно как бы понимать, что ты как по должности преподаватель, да, и преподаешь. Кто-то может ошибаться, кто-то может дерзить, кто-то может как бы, так сказать, проявлять себя из лучшей стороны. Но он пришел сюда, чтобы научиться, и твоя задача его научить. Это, конечно, с точки зрения преподавания очень сложно. Очень сложно сохранять самоконтроль, потому что люди иногда проявляют себя как бы с разных сторон. А наша задача все равно перевернуть это как бы и как кошка встать на четыре лапы и сказать, а мы все равно будем учиться. Это с точки зрения учительства, а с точки зрения ученика самоконтроль? Ну, он постепенно стремится к этому. То есть вначале у него совсем нет, а в конце как бы его уже нет. То есть он уже не нужен. Все естественно происходит. Самоконтроль. То есть он уже, если научился, то он уже как бы естественно. То есть получается вот умение сделать, то есть все, что у него идет, это идет не из-за того, что он зритель, гневный, да? Не обучен, не обучен. Изначально. То есть он уже пришел учиться. Он уже пришел учиться. А потом это исчезает, потому что он уже понял какую-то идею. Да, смягчился, смягчился. Ну, учился, по-моему, кстати. Шифу. Все взяли. Все? Да. Тренировка. Хорошо. На этом мы заканчиваем и мы продолжим. Но у нас еще есть несколько... Только это, я считаю, это вечное дело. Да. То есть мы можем это обсуждать. Да. С вами был Владимир Сидоров. Спасибо большое. Спасибо. Опа-опа-опа. Спасибо. 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 Спасибо.